27.02.2020 года решением Совета депутатов Ленинского городского округа номер 4-19 Совхоз имени Ленина прекратил свое существование в качестве сельского поселения. Несмотря на то, что жители Совхоза на публичных слушаниях и Сельская Дума на своем заседании высказались категорически против объединения в городской округ, Областная Дума принимает решение об образовании городского округа. 15.02.2020 года всенародно избранная глава сельского поселения Елена Ивановна Добренкова была вынуждена прекратить исполнение своих полномочий в связи с ликвидацией поселения. На должность начальника территориального отдела администрации Ленинского городского округа назначен извеков Андрей Александрович, который до этого был первым заместителем главы управы Солнцевского района города Москвы. В понедельник, 25 мая 2020 года, по его инициативе прошла встреча с гражданским активом, на котором разговор шел о насущных проблемах нашего поселка. О впечатлениях от этой встречи мы спросили ее участников. Пока впечатления наши складываются из-за его слов, будем смотреть за делами, это первостепенно, поэтому будем наблюдать за его деятельностью в дальнейшем и за первыми шагами, обещанными, то есть по организации встречи со всеми депутатами, которые относятся к нашему поселению, и по дальнейшим действиям по пристройке, амбулатории и так далее. Наши официальные лица власти, они всегда говорят так красиво, что они ради народа, что они здесь для того, чтобы нам было лучше, но, к сожалению, опыт нашей жизни показывает, что в стране в целом этого не происходит. Вот в совхозе имени Ленина, как на небольшом таком истравке, исключение, это происходило, потому что здесь была администрация, которая была выбрана народом, здесь было местное самоуправление, реальное, которое сейчас уничтожено. И у нас появился человек, которого нам назначили. Мы были против объединения в городской округ, мы не хотели этих назначений, мы хотели выбирать человека, который будет управлять нашим поселком. И поэтому, конечно, у нас иллюзий особенных нет, но мы будем сотрудничать, будем следить за тем, какие решения новая администрация будет принимать, как она будет тратить наши бюджеты. То есть в совхозе имени Ленина не получится так тихонько все пилить без участия жителей и без контроля народного. Может быть, он у нас не всегда эффективный, мы не всегда можем победить эту систему, но мы будем прикладывать свои усилия и будем все равно следить за тем, что они делают здесь. Встреча, на мой взгляд, начиналась напряженной, это понятно, потому что жители взволнованы новым руководством, они понимают, как дальше будет развиваться ситуация, но обещал, что у нас останется на прежнем уровне без всяких изменений режим работы нашего ДК, культуры, спорта, что сохранятся бесплатные кружки, что не будет происходить сокращение сотрудников, что он возьмет под контроль над благоустройством нашей территории, это касается ремонта дорог, организация детских площадок в старом жилом фонде между пятиэтажными домами, как он сегодня озвучил, 3 и 11, надо будет пойти туда посмотреть, что он имел в виду. Жители пожаловались, что из корпуса депутатского, из выбранных трех депутатов присутствовала на участке только я постоянно, Гаевская и Баюклин игнорируют общение с жителями. Андрей Александрович нам пообещал, что он устроит нам встречу коллективную и познакомит жителей с выбранными депутатами. Значит, про ЗАО, он еще не знаком с Павлом Николаевичем Грудининым, сказал, что работает в этом направлении и планирует с ним встречу.